СМС-управление Мы, конечно, стараемся все проблемы с зависаниями и необходимостью перезапуска свести к минимуму. У нас есть несколько степеней защиты, чтобы роутер не завис, но иногда провайдер, допустим, снижает скорость до какого-то минимума и без перезапуска не обойтись. Теперь вы можете с помощью СМС-команды удаленно перезапустить роутер или, например, убедиться в том, что уровни сигнала являются достаточными, запросить статус модема и посмотреть показатели от базовой станции. Потом вы можете отключить или включить Wi-Fi. Еще можно перезапустить интерфейсы или вовсе их отключить. Или, допустим, вы профессионально занимаетесь установкой интернет. У вас есть группа клиентов. Вы знаете все их сотовые номера, сим-карты, которые установлены в роутере. Теперь вы можете удаленно сбросить оборудование по требованию клиента. Вы можете посмотреть уровни сигнала. То есть, если клиент жалуется на то, что у него упала скорость или вообще интернета нет, можно посмотреть, как обстоят дела с сигналом. То есть, может быть, дело просто в балансе сим-карты. Если вы собираете абонентскую плату с клиентов самостоятельно, вы можете управлять доступом в интернет через отключение интерфейса. А также посмотреть параметры оборудования. Какой роутер установлен, какая версия прошивки и какой тип модуля. Ну и давайте теперь подключимся к роутеру и посмотрим, как эта функция работает. Итак, мы сейчас подключились к роутеру Tandem 4GT 6 категории. Вот мы сейчас подключены к оператору Tele2. Уровень сигнала 100%. Версия прошивки у нас 14-я, где поддерживаются функции SMS-управления. Заходим мы в систему управления. И мы можем управлять двумя способами. Или по CCR, или по SMS. Функцию можно включить и выключить. Для этого есть вот эта галочка. Далее идет список телефонных номеров, которые имеют право управлять этим роутером. Вы можете добавить несколько номеров. Или один. Сейчас я добавил свой номер. И SMS, приходящие с моего телефона, имеют право управлять роутером. Сейчас я сам себе отправлю SMS, чтобы узнать номер телефона роутера. Потому что я его не знаю пока. Так, заходим. Сервисы. Отправить SMS. Я ввожу свой номер телефона. Ввожу SMS. Отправляем. Сообщение отправлено. Смотрим на телефоне. Да, вот сообщение пришло. Вот сообщение пришло. Мы его видим. Так, первая команда, которую мы попробуем, это будет команда Info. Команда Info показывает основную информацию о системе. Все команды нужно вводить с маленькой буквы. Именно так, как указано у руководства. Отправляем. Вот роутер вернул ответ, где указана модель роутера, версия прошивки, время его работы. Так, тут размер памяти и загрузка. Средняя загрузка системы. Так, с этим разобрались. Следующая команда, модем статус. Вводим модем статус. Отправляем. Вот, мы видим, что роутер подключен к интернету на SIM1. Оператор Ростелеком и параметры сигналов. С этим тоже понятно. Следующая команда, модем инфо. Отправляем. Это информация о модуле. Значит, модуль у нас EG06E, ревизия, имей, имси и кому он подключен, к какому оператору. Тоже понятно. Следующая команда у нас модем слот. Вводится она вот так. модем слот 2. Но я эту команду не буду отправлять, потому что у меня тогда роутер переключится на вторую SIM-карту, а на второй SIM-карте у меня нет поддержки SMS. У меня там Yota. Но она как бы есть. Если у вас две SIM-карты поддерживают отправку SMS, вы можете переключить SIM-карту вот с помощью такой команды. Но вы должны понимать, что вы еще такой же командой должны вернуться обратно. Так. Дальше. Следующая команда и FaceName. Это можно запросить статус интерфейса. Набираем. Так. Он что-то у меня исправляется. Name. Это может быть модем, или это L2TP может быть, или это может быть Wi-Fi. Так. Давайте запросим модем. Вот он нам прислал статус, что интерфейс включен, сколько он включен по времени. И параметр IP-адрес, MTU, RXTX, сколько было передано, отправлено, ой, принято, отправлено. С этим тоже понятно. Следующая команда. Переворачиваю шпаргалочку. Так. Потом вы можете запустить или перезапустить интерфейс. Например, вводим eFaceModemUp. App. Мы или запускаем этой командой интерфейс, если он был отключен, или перезапускаем его. Вот мы ее отправили. И после того, как интерфейс перезапустится, нам должен прийти ответ. Ага, я написал команду с ошибкой. Вот так вот. Все. Роутер перезапустил интерфейс модем. Так. Что мы можем еще сделать? Мы можем остановить интерфейс модем. Тем самым у нас пропадет доступ в интернет, но SMS-управление остается по-прежнему активным. То есть, таким образом мы можем отключить пользователя от интернет. Опять я ошибаюсь. И фейс модем down. Отправляем. Все. У нас пришло подтверждение, что это произошло. Давайте посмотрим теперь в статусах интерфейсов. Вот мы видим, что интерфейс модема отключен. А теперь давайте попробуем его обратно включить. Команду мы уже знаем. Оп. Отправляем. Все. И сразу же видим, что он включился. Мгновенно. Так. Теперь давайте попробуем отключить Wi-Fi. Есть у нас такая команда. Простаем Wi-Fi. Отправляем. Все. Wi-Fi включен. Если он был выключен. А давайте теперь его выключим. Wi-Fi off. Отправляем. Проверяем сразу же. Да. Мы видим, что беспроводная сеть отключена. И самая интересная команда у нас. Reboot. С помощью команды Reboot мы можем перезагрузить устройство полностью. Отправляем. Перезагрузка началась. Вот я пробую сейчас попасть на роутер. И он в процессе перезагрузки в веб-интерфейс не работает временно. Ещё у нас осталось рассмотреть команды enable, interface, interface, enable и interface, interface, disable. То есть вы можете включить автозапуск интерфейса после сброса питания или выключить автозапуск интерфейса после сброса питания. SMS-команды. Допустим, вы ставите команду вот так вот. и face, и face, модем, enable, значит, при перезагрузке, если автозапуск интерфейса был запрещен он запустится если в этой команде будет стоять другой аргумент значит роутер при запуске если команда будет выглядеть так и фейс модем дизейбл значит интерфейс модем при перезагрузке не будет активен в самом начале ну вот я вам показал основные команды показал как они работают пожалуйста напишите в комментариях какие еще команды вам бы хотелось видеть нам очень важно мнение ваше и вообще что вы думаете об этой функции важная она или нет пригодится нам или нет на этом у меня все пока